Вы прибываете на пост наблюдения, Гибралтар. Да, игра у нас начинается, мы видим загрузочный экран. Давай поговорим немножко про пики, какие здесь актуальны будут, как считаешь, на этой картине. Отточенные. Отточенные. Да. Да, ты с фото логов. Именно так. Команда Пятачка. Можно я их так буду называть, условно. Это команда Йо. У них довольно-таки стандартный пик. Два хила, под имидж дилера, керри танк и рейнхард. И что у нас? Дзеньято, насколько оправдан Дзеньято? Как ты думаешь? Дзеньято в команде Йо, которые у нас будут в атаке. Ты про него уже? Да, именно. Ну, что я могу сказать про Дзеньято? Да, ты достаточно специфичный персонаж для этой карты. Спасает. Спасает свою помогу. Ну, ладно. Это благодаря своему транквиву. Ну, как бы, я бы, честно, не подумал здесь. Сейчас быстренько проговорю. Команда Овес. Супастат играет на Заре. Дарк Саладер играет на Рипере. На Мерси играет Шоу. Глеб играет на Рейнхардке. На Бастионе играет и на Пэмил. И Анадетти играет на Люсио. И у нас 4 секунды до начала матча. Сейчас посмотрим, как себя реализуют ребята. Это, кстати, интересно. Подсадка Бастиона будет очень спорная, я думаю. Команда Овес стандартно занимает второй этаж. Сейчас команда Йола двигает в Пэйлоуд. Видим, как настреливает Бастион по щиту Рейнхарда. Ломает его. Команда Овес выходит немножечко назад. Пэйлоуд тем самым двигается. Ни кто-то не контестит. Ребята решили, что им не нужно это сделать. Сам как-нибудь остановится. Минусов у нас пока никаких не наблюдается. Хорошо работают саппорты обоих команд. Команда Овес все-таки понимает, что Пэйлоуд движется к чекпоинту. Надо здесь что-то делать. Они всей своей большой оравлой прыгают на него, отталкивая команду Йола на респаун, оформляя open frack. Ротфок очень хорошо сыграл. Он облюб все внимание противников на себя. Тем самым дал протолкать Пэйлоуд, там, в порядок на 61 метр. То есть это рабочая атака, когда один человек отвлекает, а вся остальная команда проходит. Тем не менее, супостат пытается прохарать игроков команды Йола. Солдат нам показал, убив одного противника. Флантующий ротфок, но я такого не видел, вместе с зенятой. Но ребята поняли, что там вся команда противников и немножечко отходит назад. Пока ни той инициации мы не видим. Но видим, что команда Йола пытается зайти справа. Четыре человека находятся. Минус два оформляют свою победу товарища Рэдс и Брутал Кукумбер. Продолжается у нас борьба. Рейнхард машет своим молотком, пытаясь настучать кому-нибудь по голове. Выезжает на шифте, отталкивает команду Йола дальше к своему респауну. Ангел прожимает ультимейт. И смотрите, точка Бэйлоуд у нас стоит. Нет, он все-таки начинает двигаться. Очень спорный был отыгрыш от Супостата, потому что его запинили. Он туда пошел, хотел сделать какой-то урон, но у него ничего не вышло. И прекрасный отыгрыш был от Турбосвина, потому что он оттолкнул культующего Бастиона. Первая точка взята. Идут размены. Размены в пользу команды Йола. И что у нас? Команда Йола достаточно уверенно себя чувствует. Немножечко, правда, забывая толкать Бэйлоуд. Сейчас мы буквально десять минут назад видели инициацию с этой стороны. Но Бэйлоуд никто не лигал, типа, да, и нафиг сам как-нибудь натянется. Да, Трейсер убивает Рейнхарда. Тем самым команда Олвес. Что, команда Олвес дает басы? Команду Олвесу положили, сейчас будет... О, что же там произошло? Да, мы видим, что это фулл-тимвайп со стороны команды Олвес. Мы видели интересную инициацию с их стороны, но они приняли просто всех своих оппонентов. И очень хорошо сконцентрировали свой огонь и выиграли этот замес. Команде Йола приходится отходить на респаун, думать о своей игре. И у нас ничего практически не меняется. И видим, что ребята держатся вместе. Почти готова. Немного просто теряюсь с камерой еще, какие-то всякие проблемы, но не страшно. Что у нас по ультимейтам? О, ультимейт. Здесь прожимается трансцендентность из-за ньят и пытается защитить всех своих тиммейтов. Но, к сожалению, не получилось подтолкнуть дальше бэллоуд и снять что-то. Должен заметить, что команда Олвес очень и очень грамотно фокусит противников. То есть, кто-то зашел глубоко, команда Олвес, половина команда развернулась, за полсекунды убили, развернулись и дальше работают в тайме, грубо говоря. То есть, это очень и очень хорошо. Значит, ребята играли вместе, значит, ребята сыграны. И три ультимейта у команды Олвес. У нас есть гравитонный импульс, у нас есть ультимейт Ангел и у нас есть культа Турбосвина. Значит, сейчас там какую-то врезку крепость нам показывает команда Олвес, кидается бомбочка страны Трейсер, забирается Глеб, ходит на респаун. Продал игроку команда Олвес вперед под ультой Турбосвином и под усилением. Но здесь кидается ультимейт Страны Зари, команды Олвес, делается минус 4 со стороны команды Олвес. И все-таки не получилось инициация, да еще и полностью была разгромлена команда Олвес. Чуть-чуть моя суперспособность. Турбосвин команда Олвес, он немножко поспешил, сдал свою ульту буквально на 2 секунды раньше, чем это нужно было сделать. Но Супостат своим гравитонным импульсом исправил положение. И тот же самый Рудхок одним выстрелом вел двух персонажей, что, кстати, было в меру красиво. Трейсер отлично работает с фланков. Команда Йоа поднимается на хайграунд, сейчас будет стрессов какой-то розыгрыш. Почти вся команда Йоа на хайграунде, да, во всем-то ставить. Тщательно, что-то трейсер команды Йоа отвлекает противников. Смотри, как растянули грамотно. Это вся команда Олвес растянута, они непонятно, где они, не знают, что делать. Да, из-за этого команда Йоа не может что-то здесь инициировать, потому что команда Олвес находится практически в разных концах карты. Пейлоу не двигается, инициация идет со стороны команды Йоа, кидается бомбочка на щит рейдкарды, ничего не получается. Прожимается ультимейт со стороны Рейнхарда, никто не ложится. Сделали, тем не менее, контакт со стороны Олвес. Пейлоу все-таки трансцендент. Трансцендент от Зиньяты, который полностью нейтрализовал ультимейт Турбосвин. А тем не менее, Глеб может кладет, прошу прощения, трех игроков команды Олвес. Идет размен. Великолепный резурент со стороны команды Йоа. У нас происходит какая-то прям страсть на пейлоуде. Бешеный обмен ультимейтами, бешеный обмен урона. Дарк Солдер забирают двоих из команды Йоа. Практически пейлоу дошел до точки. Интересная инициация была со стороны команды Йоа, но она провалилась. И непонятно из-за чего. Возможно, из-за того, что команда Олвес не концентрировалась в одном месте, а стояла в разных частях карты, не давая покусить по себе дамаг. Тут как бы есть гравитонный импульс от Зали, и его нужно было сдавать на утверждение, чтобы команда не зашла. А вот именно так. Три человека в гравитонном импульсе. Все, кто был в гравитоне, убивают одного фаерстрайка. Трейсер пытается отработать по хилам команды Олвес. Фрейнхард держит кучит. Команда Йоа вводит в вражь к Фрейнхарда и Жнеца, но это никак им не помогает. Остается один турбосвиль на пейлоуде. Он пытается выжить, но его сейчас убьют. И раунд за командой Олвес. Ну что ж, на самом деле довольно интересно. Как играл суппостат на своей заре? Как он кидал эти блокфолы? Я не видел ни одного левого блокфола с его стороны. Все его ультимейты были достаточно полезными. Они играли чуть ли не ключевую роль в каждом замесе. Ну, давай, будем честны. И тут как бы очень красивый момент сделал Жнец команды Олвес. Он дал минус 4 со своего ультимейта. Он, знаешь, как огромный-огромный мешок и тяжелый мешок упал на головы в команде Йоа. Шок. Да. Интересно, что это мешок. Ну, никогда на тебя, что ли, сверху ничего не падало, знаешь, такое тяжелое. Ты идешь в кладовку, типа... В жизни или в овервотч? Ну, в жизни. И тебе что-то, мешок какой-то на голову падает, это не сильно приятно. И та же самая ситуация была со Жнецом. Мешок с чем, спрашивают в чате. В рамках цензуры я не мог договорить, прошу прощения, но это шутка-угадайка. То есть вы сами должны догадаться, мешок с чем. Я думаю, что с призами турнира по овервотч, либо с новогодними подарками. Ну, кто что, у кого на что хватит фантазии. Хорошо, Александр выкрутился, а пока давайте пробежимся по пикам. Команда Йоу у нас сейчас будет в обороне. Бруталка Кумер будет играть на Лусио. Скорик Роу играет на Рейнхарде. Прости, если неправильно почитал твой ник, отыгрывает на Трейсер. Нейлин, спасибо за корректировку, Александра, она была в тему. Нейлин будет играть на Солдате. Редзи отыгрывает на Заре. И Пятачок будет нам показывать дейплей на Ангеле. Трейсер, расскажешь про атакующую команду. Про атакующую команду? Что если Трейсер хорошо себя реализует, то все будет очень хорошо. А, я перебутал команды, прошу прощения. Но тут пока ничего интересного на самом деле не происходит. Мы видим достаточно зеркальную игру сейчас, что одна же вторая команда подпусти одинаково в своей тактике. Пейлоу продвигается вперед, команда Йоу находится на втором этаже, держит оборону, отходит чуть-чуть назад. Сейчас будет встречать команду Оллэс. Происходит обмен урона под мостом, никаких килов пока не вступает. Хорошо отрабатывают саппорты обоих команд. И мы будем ждать опенфраги с одной или с другой командой. Ну, на самом деле, это, возможно, не саппорты хорошо отрабатывают, а демэдж-дилеры не очень хорошо. Тут две стороны одной медали. Я верю в лучшие саппорты. Мне хочется верить, что это отыгрывает хорошо саппорта. Да, мы идем в голову, а здесь... Сейчас будет опенфраг от Ротфолга. Обмен фрагами. Командам нужно что-то предпринимать, стоять и толкаться друг в друга. Это ничего, нужно делать что-то. Там, кстати, ты заметил, что трейкер бегает просто по респауну и пытается что-то сделать. У команды Олвес есть уже ультимейт Мерси, и они могут его очень-очень удачно реализовать. Но пока этого не делают. Нужно чуть-чуть быть смелее. Давайте, ребята, покажите нам, зачем вы тренировались. Саша, активный друг, мы ее наблюдаем. Видим, что Пайлова стоит, происходит какие-то... А, мы вот наблюдаем уже опенфакт со стороны команды Олвес. Уже минус 2 оформлено. Ребята отправляются на эспаун, продавливают команду Олвес своих оппонентов, просто отталкивая их назад ко второму чекпоинту. И первый чекпоинт, наконец-то, достигнут. Ребята услышали Александра, поверили в него, замотивировались, взяли с собой руки и продвинули тележку. Потому что в Overwatch играют воины, которые должны нести смерть. Но пока воины играют только за команду Олвес. Очень и очень аккуратно играют команда Йоуа. Но у них название «Ёлик онлеванс». Ты живешь один раз. Покажите нам это. Ворвитесь. Убейте. Что это такое? Рейнхард чаржится в машинку. Он хотел потолкнуть пейлоут. Тоже в ручке. Да, мы наблюдаем сейчас ультимейт со стороны команды Йоуа. Прожимаются басы. Происходит какая-то невероятная, просто, война рядом с этим грузом. Он стоит на месте. Прожимается ультимейт со стороны команды Олвес. Три человека лежит. Хватит ли урона, чтобы убить? Да, это делается минус два. Рез со стороны Ангела, команда Йоуа. Просто великолепный ультимейт. Легается в блэкхол. Неужели это минус четыре со стороны команды? Посмотрите, что они делают. Это великолепный шикенплей, но все равно тележка у нас продолжает стоять на месте. И происходит вот дикий заместный ультимейт. Должен заметить, что суппостат жадина и не сдался ультимейт. Поэтому не было какой-то синергии в действиях. Никто не знал, в кого стрелять. Все разбежались по разным сторонам и поумирали по одному. Сейчас ребятам нужно регрупнуться и как-то реализовать себя. Потому что есть ультимейт суппостата. Почти готов ульта рипера. Значит, сейчас у нас будет очередной мешок. Если вы понимаете, о чем я. Опять и со своими сравнениями. Три минуты у нас на тайме. Ребята, второго чиппоинта. Точнее, чиппоинта это уже будет победа для команды. Если не получится протащить. Ультимейт у нас у рейнхо. Олес имеет в своем искажении три активных ультимейт. Кидается в блэкхол. Стягивается команда. На урона не хватает. Живет командовый. Заря вешает великолепные щиты. Прожимается ультимейт. С одного и второго Рейнхарда. То есть, стоит тренингсация со стороны команды Олес. Просто делает фулл-тим вайб. Благодаря такому грамотному менеджменту ультимейтах. Мы видим, что это достаточно уверенная победа будет команды Олес. Мне кажется, Глебу нужно дать личный скин дворник Рейнхарт. Потому что он ударил своим олтом. Просто подмел всю вражескую команду. Это был хороший отыгрыш. Это была довольно интересная игра. Которая закончилась в пользу команды Олес. Ну, собственно, знаешь все почему? Потому что я за них болею. И мотивирую. Ах ты коварный. Ребятки слушают, что я говорю. И такие. Мигнонета сказал урваться. Значит, мы будем врываться. И пошли. Мы должны быть непредвзятыми, Александр. Ну что ж. Обе команды. Я говорю. Обе команды пока достаточно. Ну, Глеб. Вышли. Мать эти страны Глеба. 33 761 блокирования. Замечательно. То есть 33 тысячи урона. Это получается 50 Рейнхарту. Ну, так. Сколько, что 50 Рейнхардов? Ну, да. Да. Глеб действительно показал нам интересную игру. И именно его ульта оказалась ключевой. И принесла победу. Тут были не только хорошие моменты. Но и были моменты, которые были очень спорные. Но об этом не будем. Победители не судят. Все прекрасно. Нет. Равное противостояние. Довольно-таки. Был нокаут. Были моменты очень спорные. Но команде Йола нужно немножко взять себя в руки. Перестать волноваться. И начать играть в обороне смелее. Это не дело. То, что просто отдали почти две точки. Сопротивляясь только один раз. Я думаю, Йола тебя услышит так же, как у Олвес. Первая карта у нас отходит от команды Олвес. Сейчас мы будем с вами наблюдать карту Kings Row. Противостояние этих двух команд, которые пробились в четвертьфинал. Матч у нас запускается. Давай немножечко проговорим про Kings Row. Про специфику против карты и пики здесь зайдут. Как считаешь? Отточенные пики здесь зайдут. Kings Row. Почему? Kings Row. Это любимая многими карта. Очень мне нравится. На самом деле. Потому что здесь очень большой простор для того, как ты можешь действовать. Причем на абсолютно любом персонаже. Здесь удобно играть фланкерами. Здесь удобно играть персонажами, которые не фланкеры. Собственно, прямыми демиджи делерами. Здесь простор для фантазии. И что интересно, если в процентном соотношении смотреть на баланс этой карты, а это одна из самых балансных карт овероад. Что дизбиза отведут статистику, какие карты балансные, а какие нет. Самая небалансная это Ахинвальд. А Kings Row это одна из самых балансных карт. И это тоже как бы должно немного подбавить интереса. Потому что происходит. У нас 30 секунд. Я хочу проговорить пики. Нет, я хотел бы приветствовать вновь пришедших к нам на наш стрим зрители. Ребят, всем привет. У нас вторая игра. Сегодня нас встречается команда Йоу и Олес. Кто-нибудь в курсе. А Йоу у нас будет... Так, сейчас, секундочку. Один технический момент. Ну, пока у нас технический момент. И три секунды до начала матча. Команда Олес выходит справа, чтобы, видно, по ним никакой спам не прошел. Либо для того, чтобы симметрия не накопилась ультима. Это очень грамотное решение. Как красиво зашел Рейнхард. Это видно, что заготовочка. Отличный вот такой шокоманды Олес. Глеб на полку СП. Глебу нужно... Глебу, прошу прощения, нужно отойти. Глеб отходит. Смотрите. Это просто шикарно. Сейчас вся команда Олес находится на хайграунде. А внимание акцентируют на Глебе. Но пока что очень спорные... Пригруппаются ребята, отхиливают их саппорты. И, возможно, сейчас будет врыв с этой стороны. Да, что мы, в принципе, и наблюдаем. Ребята как единое целое врываются на точку. Обходят, правда, справа со стороны здания. Синяя команда не понимает вообще, что происходит. Откуда ждать удара. Они сконцентрированы сейчас чуть ближе к своему респауну. Ребята круг почета совершают из красной команды. Что они делают? Я не знаю, насколько это рабочая стратегия. Но это как минимум необычно. А то, что необычно, обычно работает. То есть, знаете, есть поговорка в компетенте типы игр, что предсказуемость убивает. И непредсказуемые ходы могут и сыграть мощный на руку, как они делают. Супер статус удачает с яблочками. Да, очень спорно. С яблочками. Хорошо. Пошли размены. Отличный ультимейт от Глеба. Глеб опять плеймейкает. Глеб заезжает во вражескую команду. Пытается убить. Пятачок сдает свой респаун. Жнец тем временем всех почищает. Жнец сейчас всех подчистит. Собственно говоря, Зарю зарядили. Заря пытается подчистить Жнецца. Но это как бы не очень хорошо. Минус 3 сейчас оттавливается к красной командой. Сейчас будет захват точки. По сожалению, кто-то не получится делать контест. Он обрывается в Мехат с Мерси. Сталкиваются они лупами. Просто падают вниз. Но красная команда отталкивается к компонентам. Получается, тут заняты врываются на точку. Но других семейцев нет. Филипп некого. Подвигается перед Роук. Пытается здесь что-то сделать. Потому что контест на последнем секунде не происходит. У нас симметра тут еще в бой врывается. Но ничего у нее, к сожалению, не получается. И Пашкан ходит за команду. У меня был ракурс сверху. И было ощущение, что Зунято решили выхилить пяти членов команды. Команды Овис. То есть очень грамотно и оперативная была. Зунято, но, к сожалению, команда немножко не та. Ну, на таймере у нас 3 минуты 50 секунд. Пайлоут захвачен команды Олвис. Уверен, они продвигаются вперед. Наблюдаем регрупцию команды Олвис. Пока сейчас происходит обмен снарядами с одной и другой командой. Ломается щит Эдхарда. Пайлоут уже проходит поворот. По ультимейтам у нас командовался у меня 3 заряженные фильтры в ответ на Скорикрова из команды Йола ультимативной способности. Но пока команда не рискует какую-то инициацию проводить. Обмен правилами произошел. Пока ничего критичного нету. За исключением того, что у Даркс Валладра есть ультимейт. И, скорее всего, они будут реализовывать вместе с ультимативной способностью зареть. Пошел ультимейт. Ребятам нужно заходить. Ну, давайте Олвис. Ну, начинайте. Как это? Это диван. Что такое, ребят? Все, нравится, как ты их подозреваешь? Ну, давайте. Не, ну... Вот. Да, пошли в обмотаге уже со стороны команды Олвис. Нажимают, они все-таки слышат, они Александра. Отрывается рипер на своем ультимейте, убивает 1-го. А так отходит команду Йола на свой респаун. Возможно, не успеет они сделать уже контест. Самые слова как-то магическим способом влияют на команду Олвис. Когда ты говоришь, они начинают какие-то безудержные врывы, и у них все получается. Ну, ты думаешь, меня просто так, что их сюда взяли? Как-то я должен оправдывать, кто зачем меня позвали. Мы будем раскрывать историю, через какие терминки прошел, чтобы попасть на это место. Ну, да ладно, не об этом сейчас. Видим, как команда Олвис уверенно продвигается вперед к последнему третьему чекпоинту. Ломается щит харба команды Йола. Ребята не начинают пустить атаку. Суть в том, что здесь не полностью реализован красавчик. Потому что у Скейр Кроу щит падает, как правило, у первого. Но, типа, зачем брать красавчика, если щит у вашего арха падает быстрее. Джин Крэд, красавчик, прошу прощения, запрыгнул на второй этаж. Сейчас будет подчищать команду Олвис пытаться. На Глеба идет дистритор, ребята. Да. Смотри. Многих игроков мы наблюдаем на втором этаже. На этом есть люди, как Савчик, как пара, что он кидает бомбочку и отходит к прейлоуду. Но пока мы видим обменный уроном. Просто один щит Рейнхарда ломается другим щитом Рейнхарда. Инициации, как таковой, нет. У ребят из команды Йола есть преимущество в виде количества тематильных способностей. Но они не спешат использовать, ждут, скорее всего, инициацию от команды Олвис. Что интересно, в Киуи делает Заньята. Это знаете, как называется? ДД-шар не может, Заньята поможет. Отличная фраза, надо записать. Заньята в очередной раз помогает своей команде. Компетит тебе. Ну да, опенпактинг. Команда Олвис, ребята продвигают прейлоуд. Понимая, что команда Йола находится в меньшинстве. Ребята из команды Йола не стараются ходить близко к лоу. Едет очень хитрая шина от серебряных кресавчика. Не доехала. Видно, колесо спустило. Идут баши от команды Олвис. Сейчас будет инициация. Идет трансцендентность от команды Йола. Рейнхард команда Йола сдает ультимейт. Пытается убить Купасата. Ничего не получается. Ответная ультимейт, которая и получит. Идет стяга от команды Йола. 100% ультимейта у лидера. Идут минусы от команды защиты. Купасат убивает Меху. И Рейнхард своим файрстрайком убивает Ангел. И колесо убивает Двейв. Собственно, ни к чему. Интересный был врыв страны команды Олвис. Интересный был врыв. Но команда Йола, грамотно использовав менеджмент своих ультимейтов, смогли отбить этот натиск и оттянуть их дальше на респаун. Тележка двигается у нас назад. На таймере у нас 56 секунд. Грубо говоря, осталась последняя инициация со стороны команды Олвис, чтобы, возможно, выиграть этот файл. Но будем смотреть, как они будут реализовывать свои ультимейты. А их у них как раз-таки двое. Это Рибер и Ангел. Ну, я считаю, что здесь нужно играть через ультимейт Анны. То есть выпивать ультимейты у команды Йола. И потом Ангелы подлетают, всех восхищают. И, соответственно, команда без ультимейтов умирает. Пайлоуд доезжает. 25 секунд он остаёт. Команда Олвис потихонечку подходит к пайлоуду. Начинает её двигать. Отличный. Команда Йола, в свою очередь, ох, какой заход был сейчас оформлен. Дарк Солдером, посмотри, что он делает. В ответ прожимается ультимейт со стороны Дивы. Забирает, никого, просто не забирает. Прожимается ультимейт со стороны Рейнхарда команды Йола. Защищает турбосвинт своим турбосвинтским от кивов. У нас остаётся овертайм. Прожимается Лусио. Точка у нас пока никуда не двигается. Занятый с последних сил пытается защитить остатки своей команды. Но он остаётся один. И здесь его не будут уже отпускать. И ребята из команды Олвис уверенно достаточно продвигаются. Уничтожая просто на своём пути всех вражеских оппонентов. Смотри, что они делают. Просто один килл за другим происходит. Питачочек единственный, который оставался жив. Спрыгнул в скайграундовку, пытался что-то сделать. Но ничего не вышло. И этот раунд за командой Олвис. Команда Олвис дотолкала пейлоуд на овертайм. Интересно было. Прекрасно. Вот, как же страны команды Олвис. Ребята никуда не торопились. Последние 30 секунд они подошли к пейлоуду. Спокойно, раз за разом инициировали свои ультимейты. А турбосвинт, посмотри, что он делал там. Когда вражеский Рейнхард проражал свою ульту, он в ответ сделал ответный ультимейт и просто заставил всю свою команду. Очень здорово. Должен заметить, что DarkSoldier очень и очень пытается взять свою команду, знаешь, в свои руки, весь керри потенциал. И делает отличные моменты, создает на Жнеце. И это тоже достойно внимания. То есть, знаете, как в прошлых играх все смотрели на Ноткока. Сейчас советую обратить особое внимание на Жнеца команды Олвис. Ну, а теперь он солдат. Не получится теперь обратить на него внимание, да? Да, теперь... Ребята, я напоминаю про конкурс. У нас после этой игры будут подведены итоги второго конкурса на, как нам Вик-то говорила, формочку для льда, которая будет успокаивать вас и ваши горящие места. Поэтому пишите в чат, мне повезет. Мы после противостояния команды обязательно подойдем в итоге. Равное противостояние чуть-чуть не хватает команде Йола. Чуть-чуть не хватает смелости. Вот, ну согласись, они просто стоят и смотрят, как в них стреляют. Ребятки, вы играете хорошо. У вас все нормально. Будьте посмелее. Сдавай берется в атаку у команды Йола. Это известная довольно тактика, причем известна на всех рейтингах. Сейчас Йола попытается сделать и опен фраг, то есть первую дистов, чтобы дать своей команде зайти. Игра у нас начинается. Достаточно стандартный стап мы сейчас наблюдаем за исключением Йолы. Возможно, будет ли пик, а возможно, она не останется. Ребята подходят к центральным воротам. Начинается обмен уроном. Делается опен фраг уже от красной команды, точнее от синей команды. Красная команда находится на инскошинстве. Синяя команда, понимая свою силу, начинает немножечко прессинговать. Но в какой-то причине ребята решили не активничать и подходить чуть назад. Прессивничать получается. Глеб пиднет к джиньяту. Происходят размены. Воу, Скаиркроу делает минус 2. Заряженный супостат пытается оближать команду противника. И Скаиркроу запиднили. Глеб опять машет своим молотом, пытается убить вражеского Рейнхарда. И это точка. Герои не умирают. Какой прекрасный ультимейт сейчас был, а там был, это видел, минус 4, она подняла, но, к сожалению, атака не проводилась. Луся прожимает пасы, конечно, команды, отталкивает синюю дальше на респаун, уже есть минус 1. Ребята не теряют надежды, посмотри, они продолжают что-то здесь делать за памятником великого человека, не помню, как его зовут, но он великий. Но мы возвращаемся дальше. Это помним. Минус 4 сейчас уформляет синей команды, без разницы. Вон, Турбосфинк включил свой ультимейт, непонятно именно для кого, отпугнув красную команду на респаун, это будет захват точки. Очень интересная инициация была со стороны синей команды, и здесь ключевую роль, одну из ключевых ролей, я считаю, сыграла Ангел. Просто сделан великолепный результат точки. Безусловно, Пятачочек, он мейнер этого персонажа, то есть это его основной герой, и, собственно, это очень и очень заметно. То есть Ангел в предыдущих играх, когда играли конфликты, когда играли юзблес и р2, Ангел был не так хорош. Ультимейт, сейчас мы наблюдаем, что в команде Оллес есть две заряженные ульты, это Заря и Ангел. В свою очередь команда Йол отвечает практически тем же, нет Ингел в Транквилл, Ангел имеет резурект, и Рейнхов уже имеет накопленный ультимейт. Посмотрим, какая будет инициация. Пока у нас происходит обменный ультимейт, не ультимейт, а обменный урворма рядом с пейлоудом. Есть уже опенфраг со стороны, два опенфрага из стороны команды Йола. Сходит просто дикий замес на ночь. Команда Йо очень и очень уверенно двигается к победе. Если они такими темпами продолжат, то победа на этой карте им почти обеспечена, если не останется время. Начинается замес Рейнхардт, команда Йо вложит Рейнхардт. Какой-то обмен просто Рейнхардт был. Пин на пин, знаешь, как два второго раза разъехались просто на железнодорожных путях. Это какая-то очень странная вещь. Очень непонятный, очень непонятный файт. Кто-то его пьет. Тем временем, команда Оуэс оформляет уже три фрага. Команда Йола вынуждена уйти на эту игру. Сейчас действительно такое ощущение, как будто команда Оуэс по одному выцепила своих оппонентов, сфокусировала свой урон на них и достаточно быстро их уничтожила. Тем самым, выиграв этот файт, точка не доехала этой чекпоинтам. Ну, согласись, было все очень странно. Я не мог понять просто, зачем смотреть. Ездят два Рейнхарта. Вот в кого стреляет. Что происходит вообще? Трейсер заходит с фланка, наносит урон, отвлекает на себя команду Оуэс. Но на страже своей команды стоит Жнец. Жнец, у которого есть ультиматичный заход был. Отлично заход был во фланг со стороны Трейсера. У меня, к сожалению, какой-то поддержки целостной от команды нет. Она просто отвлекает. А команда, посмотри, что они делают. Они просто стоят сзади, оставив Трейсера одну на растерзание. Она выживается из шести противников. Что она делает просто. Николепный любой. Пошел оперфрак, сделал ускорик троу. Убили Жнец, пошел камердаун. Отличный и очень быстрый отыгрыш. Что вообще? Николепно сейчас отыгрыш от команды... Че? Николепно сейчас отыгрыш от команды область. Мы набидаем. Уже оттягивают их на респаун. Сейчас было сделано минус 4 и продолжается наноситься критический урон. И минус 2 было оформлено с их стороны. Точка достаточно уверенно едет к следующему чекпоинту. Очень интересный был замес. Здесь мы видели брыб Рипера, видели брыб Рейхарда с стороны команды Йола. Ребята прямо расцвели и посмотрели, если они в предыдущей игре не показывали какого-то сверх великолепного геймплея, то здесь мы видим сейчас отточенные, слаженные действия. Минимальное количество ошибок великолепно, ребята. Продолжайте в том же духе. По ультимейтам у нас в команде Йола есть 2 заряженные ульты. Трейсер с бомбочкой и ангелс с резуректом. У красной команды у Зариди есть заряженная ульта. Рейнхард имеет молот. Но он отправляется на респаун. И тем самым посмотри, что они делают. Они просто уничтожают одного за другим, отправляя их на респаун. И практически никакого сопротивления в ответ не получают. Уже на последних силах красная команда пытается забрать пэйлоу. Убешивается Транквил, кидается еще добавок молота про Эйнхарда. То есть хоть какой-то дикий замес вообще на точке. И все-таки красная команда здесь... Пошел паровоз. Уйти в олсайты. Да, пошел паровоз. Ты был прав. Паровоз наступил еще с... Как только пэйлоу доехал до второго чекпоинта. И что-то прям... Я ожидал, что здесь нет побольше. Очень спорный отыгрыш был от Мерси. Когда она там подняла одного члена команды. Это было на нервах. И это было заметно. И что у нас? Идет развязка King's Roll. Как это часто бывает. Потому что специфика карты такая, что она равная. И обе команды часто доталкивают. Сейчас самый напряженный момент. Начинается... Должен заметить, что Эйнхарды в обоих командах отыгрывают очень хорошо. Скаиркроу отыгрывает очень хорошо на своем Турбосвине. Он сделал очень-очень много для того, чтобы его команда и эта команда Йола победила. Потому что он делал open фраг, а потом такой... Эй, до одного фрага мало, пойду сделаю еще один. Забирал второго, и его команда проходила. Нет, ну серьезно. То есть, знаешь, мотивация поднялась. Адреналин, кураж. И все. Началось мясо. Я в игре... В красной команде тем самым мы наблюдаем в пике бастиона. Очень интересное решение. Также появляется у нас Риперс. Посад будет отыгрывать на Заре. Шовертига отыгрывает на Ане. И Анадетти будет Лусио. Интересно. Я хочу посмотреть World of Tanks в исполнении товарища. И на Пэмила, да. Игра у нас начинается. Синяя команда начинает инсировать атак. Подходит к воротам. Происходит размена по урону. Но каких-то ключевых килов пока не поступает. Очень аккуратно играет бастион. Не хочешь, чтобы его убили очень-очень быстро. Но бастион это своеобразный зарядник для Зари. Ты включаешь щит, идешь, заряжаешь на 70. Ты убиваешь бастиона просто одним лучом. Идет команда Йоа. Группируется около памятника. Они собираются и топпой. И трейсер отлично работает и отлично растягивает команду Овис. Рибер совершил ошибку. Но ему эту ошибку просили. Скайркроу опять. Как прекрасно отыгрывает трейсер. Обрати внимание, как прекрасно отыгрывает трейсер синяя команда. Она просто в тылу своего врага находится. Ее практически никто не убивает. Она живет без хила. И ребята из красной команды вынуждены очень много времени тратить, чтобы сфиксировать на ней файл. И у нас уже есть ноупен фрага со стороны красной команды. Синяя команда, понимая, что находится в меньшинстве, начинает немножечко отступать к своему респауну, чтобы сбракироваться и произвести какую-то новую атаку. Все сейф-ульты у команды Овис есть. Есть басы, есть воскрешения. И как-то нужно ребятам выудить эти способности, иначе ничем хорошим не кончится. Трейсер дает опен фраг, опять растягивает всю команду Овис. Рейнхард заходит на точку, начинает пихать своим аутом. Глеб уезжает. Решил посмотреть окрестности у него. Это вышло плохо. Бастион начинает расстреливать Рейнхарта. И Бастион делает то, за что все там иные. Бастион, Бастион, посмотри, посмотри, что делает флангующий Бастион. Прожимается тратфилл с стороны синей команды. Присходит контест-точки. Красная команда прожимает бэк-кол. Сейчас будет дамаг. Зажимается рипер, в ульта в никуда. Рейнхард очень грамотно защитил свою команду. Допустим, он зажимается с стороны синей команды. В ответ он получает молот с стороны красной команды. Крек просто на высоте, законтрирует тиммейт. И еще вовремя прожил свою тиммейт. И Рейнхарта тоже не сомневает. Запускается овертайм. Трейсер попытается законтестить точку. Ничего не получается, что Бастион просто не дает ничего сделать. Оборона. Бегалит, ну вот, ты говоришь Бастион. Ну, тут не подыгрыши Бастиона. Когда вы пекаете Бастиона, вы должны всю команду строить от защиты Бастиона. И команда Олбис именно так и покупила. И тем самым, хотел сказать, что выиграла, но нет. Тем самым у нас ничья. В лучший момент матча. Ты говоришь, посмотри, ну посмотри. Даже Бастион. Солнышко наше. Смотри на него. Интеллектуальненько, да. Интеллектуальненько, да. Показывает нам совершенно невероятно и своей страны. И Суперстат в чате всех целует, должен заметить. Какая у нас следующая карта, Алис? Так, сейчас тебе скажу, но следующая карта у нас будет Гибралтат, Алисбулкин, Сроу, Непал. Третья карта будет Непал. Да. И все не закончится так быстро, как это закончилось у нас. Уже становится все интереснее и интереснее. Непал. Очень непредсказуемая карта, я бы так сказал. И вообще, Кодхи, это вещь очень непредсказуемая. Вы вроде выигрываете, выигрываете, и тут ты видишь поражение у себя на экране. Не люблю. Ребят, по поводу прочитайте донат. К сожалению, я и Александр, мы не можем прочитать донат. У нас все это находится в распоряжении декории. Когда она вернется, она обязательно все это дело зачитает. Еще раз мы вас благодарим за то, что вы пришли, и благодарим за то, что вы нас поддерживаете. И напоминаем про конкурс. Не забывайте писать в чат. Участвуйте, выигрываете. И хвастетить с друзьям, что вот, я смотрел турнир, и мне тут еще и ништячков надавали. Это же здорово вообще. Это же здорово вообще. Ты же слышал, о чем я говорил, да? В каких ситуациях применять эту формочку для льда. В тех ситуациях, когда в твоей команде пикают Ханза? Одна из ситуаций, да. Когда пикают Ханза, вдову, и кого еще? Самого полезного. Кого еще? Красавчик. Мой любимый персонаж в этой игре. Знаете, я живу в Сибири. У нас зимой холодно. Но каждый вечер, хотя бы раз, меня греет красавчик в моей команде. Виктория мне все-таки прислала сообщение из доната. Я его озвучу. Lexus2013 отправил поддержку. Пишут парни-комментаторы. Спасибо за поддержку. Нам очень приятно. Вы топ. Просто спасибо большое на добром слове. Мы рады стараться для вас. И рады как-то скрасить этот день. Чтобы вы прекрасно провели этот вечер. Насладились этой игрой. А я еще раз напоминаю, что зовите всех своих друзей к нам на трансляцию. Присоединяйтесь сами со своими вторыми половинками. Это прекрасное время проведения. Общайтесь в чате. Еще раз спасибо, что вы все пришли. Если есть люди, которые к нам вновь подключились, я хочу вас поприветствовать. Устраивайтесь поудобнее. Это у нас любительский турнир. Первый любительский турнир Overwatch на PlayStation 4. И вы к нам присоединяйтесь. Мы вам рады. И SuperStat обещал всех поцеловать. Так что вы пришли не зря. SuperStat. Да на всех не хватит. Ну, я знаю этого парня. Он очень и очень способный. Так, игра у нас начинается. Наблюдаем противостояние команды Always и YOLO. Первая карта у нас была выиграна командой Always, по-моему, да? Поправьте меня, если я не прав. Вторая карта у нас ничья. И сейчас мы наблюдаем третью карту. 17 секунд у нас остается до начала игры, пока команда поведает с пиками. Давай поговорим про эту карту. Что вообще на ней хорошего? Какие пики будут актуальны? Отточенные пики будут актуальны. И, ну, вроде хорошего, прошу тебя все отточено. Ну, это отсылочки небольшие, ладно. Да-да-да, именно так все и вышло на самом деле. Эта карта, ну, вообще, в целом, Фодхи и Непал — это те карты, где микромоменты часто решают больше, чем макромоменты. То есть, это тупое мясо. Вы деретесь, вы кого-то убиваете, зашли на точку. То есть, у кого индивидуальный скил выше, именно кто стреляет лучше, кто килет лучше, те, скорее всего, и победят. И тут мама Стифлера пикнула пару, но репикнулась на трейсер. Мама Стифлера. Игра у нас начинается, дорогие друзья. Команды приближаются к точке захвата. По пикам мы видим сейчас стороны красной команды. Дефолтный пик. Два саппорта и два танка в ответ. Аналогичный пик мы наблюдаем у команды Always. Сейчас происходит размин уроном на точке, ни одна команда не захватывает ее. Две секунды остается до захвата на точке. Пока происходит замес. Опен фрагов никаких не происходит. Глеб запинил Люсио. Люсио пошел рекруктов на базу. Идут просто размены киллами. Ничего суперзамечательного не происходит, но команда Always захватила точку. И время сейчас играет на команду Always. Да, но тем не менее, мы видим, что обе команды живы. Никто не хочет отдавать инициативу. Происходит, бомбочка кидается на трейсер. Смотря фармляет уже минус два, синяя команда уходит, скорее всего, на группу. У них остается всего два человека выживших. Остается один турбослин. Его тоже, скорее всего, уже не будут отпускать. Нет, отпустили. Инициатива была перехвачена командой YOLO. Очень замечательно они отстояли этот бой, сделав два ключевых опен-фрага и додавив уже оставшихся своих оппонентов. До смерти. Ну, скажем так, до небольшого... Хорошо сказал. До небольшого обморока где-то, примерно на 6 секунд на базе. Назовем это так. Dark Soldier распорняется опен-фраг уже. Свою команду Always. Сейчас прожимаются басы, чтобы выжить уже на точке. Еще и турбослинство прожимается со стороны команды Always. В ответ еще и Reaper прожимается ультимейт команды Always. Бросается во все тяжкие. Просто три ультимейта сейчас было использовано. Resurrect со стороны красной команды сейчас будет просто великолепно. Вся команда встает. Продолжается дикий замес на точке. Прожимается еще и вдобавок ультимейт со стороны красной команды. Кидается бомбочкой. Минус три. Смотри, что она просто делает. Великолепно, с чего ты говоришь, от прейсер. Просто блестательная игра. Уже минус пять со стороны красной команды. Турбослин. Турбослин опять выживает. Ребята, учитесь выживать. Просто Инна Пэмил показывает, как нужно выживать. А Стифлер показывает, как правильно кидать бомбы. Он еще ни одной своей бомбой не убил меньше, чем двух человек. Это очень достойный результат, потому что я, например, люблю бомбами подогревать воздух и не более того. Команда Йоуа. Ой, команда Оуэс. Регруппаются на крыше. У них опять есть какая-то заготовка. У них есть план, которого они придерживаются. Ну, здесь важно подметить еще ключевую игру Ангела из красной команды. Пятачок опять вновь показывает высокий уровень игры. Его резурект после трех ультимейтов противоположной команды просто спас. И сделал одну из ключевых ролей в этом замесе. Пытаются оспорить точку. Так, ну, это уже вверхтайм. Да, оспаривать точку в миджество. Это очень хорное решение, я должен заметить. Сдается воскрешение. О, отличное воскрешение. Сдают басты и сейчас, походу, все-таки точку перехватят. Как? Вновь пяточок прожимает свой ультимейт, делает почему ульту. Бросается ульта Зари, стягивается. Никто не стягивается туда. К сожалению, делаются минус три стороны синей команды. Остается трейсер одна на точке. Но ее, к сожалению, не отпускают. Инициатива здесь в руках команды Олэс. С минимальными потерями по ультам они захватили инициативу в свои руки. 42% в ответ на 99%. Это один врыв стороны команды Йола. Один уверенный врыв. И это будет победа с их стороны. Но посмотрим, посмотрим, как команда Олэс будет защищаться. Прошлая игра, это была игра Рейнхартов. Сейчас у нас играют два ангела. Две ангелы, ну, не в русском языке. То есть, то одна сдаст хорошее воскрешение, то другая сдаст хорошее воскрешение. Идет Блэк Холл. Блэк Холл пытаются удалить. Но, что удивительно, ни одного кила не было сделано после того, как сдали Блэк Холл. Скэркроу убивает ангела. Глеб убивает Лусева в очередной раз. Кстати, очень много раз очередное воскрешение. Что творит этот Пятачок? Посмотри, что он делает. Поднимает троих сейчас. Происходит дальше борьба на точке. Не отступает красная команда. Прижимается ультимейк этого басвина под усилением ангела. Он просто уничтожает сейчас Лусева, который пригвозился к стене. Минус 4 было оформлено красной командой. Это захват, ретейк точки. И это будет раунд. Замечательно. Посмотри, что творит Пятачок красной команды. Посмотри, что творит Стифлер. Просто два человека, которые делают всю игру. Что Стифлер, которого невозможно поймать, он прорывается в тыл пражеской команде. Выживает там как-то непонятно. Что Пятачок, который влетает на точку, делает резурек троих-четверых. И дальше продолжается атака. Великолепно вырешивать эти дни игроков. Ну, вообще, я должен быть непредвзят. И непредвзят и говорю, что нужно менять женица. Нужен другой ДПС. Совсем непредвзят. Потому что... Поддерживаю связи. Они меня слушают, что ли? Но это нечестно, ребята. Я на лютых, я должен быть непредвзят. Почему? Игра начинается. Я больше не буду ничего говорить. Я сейчас с первой игры не понял. Нет, не говори. Я один не смогу. Мы уже с первой игры поняли, что все слова Александра, командовый, слышит просто. Как будто он с ними в кусоке сидит. Инициация сейчас происходит со стороны. Красная команда врывается на точку. В ответ синяя команда разместилась на длине. Сейчас простреливают щит Рейнхарду. Обмениваются уроном. Никаких опенфрактов пока не происходит. Но достаточно интересная баталия. Я сейчас нападаю объект. Дроги от ноги. Рейнхард очень спорное решение на кортфор. Идут размену уроном. Набивают ультимейт. У стикера опять скорее всего, скоро будет ультимейт. И в очередной раз, не понятно в какой же раз, убивает Глеб. Люси, а Люси нужно что-то делать в позиционировании. Рейнхард не должен убивать Люси. Там 4 или 5 раз за матч. Команда Овис захватила точку. Все время уже начало работать на них. Кстати говоря... Да, замечательный врыв. Замечательный врыв. Давай поговорим про врыв. Да, если Овис меня слышит, слушают то, о чем я говорю, вы давайте мне немного поделитесь со мной чем-нибудь. Потому что бесплатный коучинг это дело не очень хорошее. Ладно, шутки с шутками. Бесплатный коучинг. Хорошо, хорошо. Где мы видим, у красной команды был сдан сейчас у тиммейта трейсера. Она вновь напрягает всю синюю команду, бегая по точке. Она получает клюком и дробью в лоб, отправляется на респаун. Первая ошибка, которая у нас совершила, она оказалась раковой. Красная команда находится в меньшинстве на респауне. Прожимается трубосвинство от синей команды. Отталкиваются оппоненты. Чуть дальше от точки, 52% уже синяя команда забрала свою оппонент. Турбосвинство было очень грамотное. Задано, чтобы просто на корню обрезать весь заход команды Йоу. Просто всех раскидал такой. Ну и ладно, как бы знаешь, отправил на базу, потянул время. 70% уже у команды Овис. Сейчас что-то должно быть, потому что у Радза есть ульта. И у солдата тоже есть ультимативная способность. Глеб задает свой молот, пытается убить Радза. Радза захиливают, Радза кладет на себя щит. Идут размены по саппортам. Люсси убивает Люсси. Родхофф убивает солдата, у которого, кстати, не было ультимейта. То есть он его еще избил. Идет Глоккоу от Фастата. Глоккоу стягивает у игроков. Глеб, посмотри, посмотри, что Глеб делает. Просто великолепно размахивает своим молотом. Дамага, кстати, конечно, не хватает, что убить. Два Ангела прожимают Резурект. И у нас, мы думали, что будет минут отдыха, но отдыха не будет. Посмотрите, что делает Рейсер, разыграет двоих. Своей бомбочки происходит на обертайме. Какое-то дикое месиво на этой точке. Уже минус три сделаны красной команды. Глеб только недавно использовал ту. Уже успел накопить новую. Смотри, его просто не остановить. Он бегает с молотком за Ангелом. Может, как ее поймать. Перехват точки. Пятачок, пощади. Хватит так жестко керить. Ты же саппорт. Ну, хватит воскрешать пятерых. Успокойся, дай людям выиграть спокойно. Так нечестно же. Нет. Пятачок показывает совершенно неимоверную игру. Это за Ангелы. Это просто что-то неколепно. Все мы помним, что карта Непал славится своей магией. 99%. Мы наблюдаем с вами ретейк на последних секундах. Красная команда взяла инициативу в свои руки. И сейчас у синей команды нет ни одного. А есть ультимейк ультурбосвина в ответ на скринкроу ульты Рейнхарда и Сальсбомбочка. Рейнхарды решили друг друга покатать. Ездовые Рейнхарды. Все нормально. И команда Овес дает еще три фрага. Какое-то нечестное началось противостояние. Перехватываю точку и это скорее всего раунд за командой Овес. Если это раунд, то у нас один-один. То, что я говорил про Пятачка, это не претензия. Это комплимент, что Пятачок отыгрывает и очень, и очень хорошо. Да, к сожалению, Пятачка убили. Не увидели мы великолепного резуректа, который скорее всего спас бы команду. Но достаточно увидели жесткое противостояние красной команды. Они молодцы. Они успели на последних секундах забрать точку. Но, к сожалению, не хватило немножечко то ли напора, то ли менеджмента ультимейта, чтобы продержаться до конца. В ЙОО такое ощущение, что как бы ЙОО это дети, а не в плане возраста, а в плане поступков в игре. Они делают очень и очень странные вещи, они понимают очень и очень странные решения. А Пятачок это воспитатель, который их собирает в кучу и говорит, ну-ка, собрались. Все, давайте у вас есть еще один шанс. Собрались. Я вам даю еще один шанс. И они его пытаются реализовать, но опять же у них получается с переменным успехом, я бы сказал. Один-один у нас. Команда ЙОО заходит по левому плану, начинаются размены. Очень кучно стоит команда ЙОО. Стиплемом, как всегда, этим пользуется и набивает себе уже порядка... Оп-оп-фак у нас отбирает со стороны супостата. Да, действительно, команда ОВЭС очень грамотно сейчас поступила. Они держатся вместе, концентрированы, нанося урон своим оппонентам. Это великолепная игра была со стороны. Их очень быстро, они отбили натиск красной команды и сейчас уверенно заплатили точку. Тем самым отправляют двух ключевых игроков на респаун. Оп, сваливается у нас турбосвинк красной команды. Отправляется он познавать просторы этого храма вниз. Синяя команда уверенно стоит на точке, не давая красной команде не подойти. Ребятам из красной команды нужен регрупп, грамотный регрупп и, соответственно, врыв всей команды на точку. Вот очень спорное решение, на самом деле, стоять непосредственно на самой точке, защищаясь. То есть, здесь гораздо более и более удобная позиция для того, чтобы не давать проходить на точку. Именно плохо, с той стороны, что если вы умираете на точке, то противники гораздо быстрее добегают до точки, захватывают. И у вас нет времени как бы регруппнуться, ну, в базу я имею в виду, и быстрее добежать. То есть, это драгоценные секунды, которые в этом режиме решают. Очень странная сейчас тактика со стороны красной команды. Они атакуют неконцентрированно, они растягивают синюю команду со всех сторон, обходя с тыла, справа и со своей респы. Прожимаются басы сейчас, отлучиваются они команды, выживают они на точке. Забили в угол просто молотком Турбосвина. Пятачок, как всегда, показывает там свой ультимейт. Турбосвинский сейчас прожимается красной командой, пытается он кого-то толкнуть, и не получается. Точка ретейк не оформляется пока, к сожалению, сегодня команда живет. Оформляется. А нет, смотри, ретейк оформили. Ну, то есть, ребята всей командой стояли в заборках, а в этот момент солдат с трейсер просто захватили точку, но совсем ненадолго, на 7%. Всего лишь 7%. У нас есть 3 ультимейта у команды Олвис, есть гравитонный импульс, есть Воскрешение и есть ультимейт Глеба. Тем временем у команды Йова есть тоже ультимейт Зари и бомбочка Трейсер. Мы уже видели эту комбинацию, и она рабочая. То есть, сейчас Трейсер заходит справа в фланг, сдает стяга, Трейсер запрыгивает, дает бомбочку, дает минус 3. Гравитонный импульс. Тут оба гравитона залили. То есть, я не успел даже... Дикий размер сейчас в ультимейт, да, происходит. Две Зари и бомбочка, еще пропавок Трейсер происходит в контест. Точки, овертайм, и здесь, скорее всего, будет... Видел, да, это? Замечательно. Пятачок опять прилетел. Опять все крест... А, не Пятачок крест, но прошу прощения. Это был ангел команды... Овес. Ну, на самом деле, Глеб сейчас показал, что во время матчей не надо тыкать эмоции. Это плохо. И всегда плохо заканчивается. И... Стив Лермон тоже там на корточках немного подэшился. Повеселил народ, так сказать. Показал, что так делать можно. И это было интересно. Еще, для команды Йола ничего не потеряно. Они еще могут отыграться. И они еще могут выиграть этот Best of Five. В этом и есть прелесть Best of Five. Да, согласен. У нас напряжение с каждой игрой все больше растет. Видно, что команда не Always, не Йола не готова отдавать первенство. Интересный матч. Посмотрим, что будет дальше. Начинается игра. Команда Always идут, собственно, как и всегда должна ходить команда. Они идут по верху. Но команда Йола так не читает. И они просто тупо заходят на точку и будут пытаться дать в эту точку. Это спорное решение, но оно тоже может быть правильным. Но позиция хайграунда, она всегда намного выгоднее, чем позиция кейс хайграунда. Это факт. Причем довольно известный стипл. Видим грамотные позиционированные стороны команды Always. Пока никаких OpenFrag мы не наблюдаем. Турбослин пытается куком кого-то поймать со второго этажа. Точка у нас выходит к красной команде. Рейнхард из тиних команды. Соло, наверное, пытается оттолкнуть. Всю вражескую команду ничего пока не получается. Ретейк не оформляется. OpenFrag, тем не менее, у нас поступает со стороны команды Always. Минус два уже отправляются на респаун. Солдат, скорее всего, здесь отпустит. И это ретейк. 10% всего красной команды забрала. Ну, такое. Что бы сказать. Такое. Такое. У нас скоро будет ультимейт у стиплера. И, скорее всего, этот будет ультимейт у кого-то из фронтвейнеров. Команды Always. Я так думаю. Вот он, собственно, и был в Рейнхарда. То есть я как будто... Либо меня слушают, либо я предсказываю. Команда Always дает два фрага. Слеверкро убивает Рейнхарда. Скиплер убивает Люфер. Турбосвинк. Убивает Мерси. Турбосвинк убивает солдата. Да. Турбосвинк убивает всех. Ну, вот и ну. Вот и ну, да. Хороший был уровень сейчас. Раны красной команды на точку. Сделались ключевые киллы. Соответственно, синей команде пришлось отойти дальше на регруппу. И как-то переосмыслить свои действия. 39% у синей команды в ответ на 28% у красной команды. По ультам у нас команда Always имеет 4 ультимейта в активе. У красной команды только пятачок, который славится своими великолепными резуректами и имеет ультимейт. Ну, уже с карикрового есть свинство. И мы видим инициацию с синей командой. И у Стифлера тоже появился ультимейт. Сдаются басы. Ну, это не была хорошая стяга, потому что она была сдана под Басли Люсио. Но, тем не менее, скажем... Тем не менее, красная команда. Красная команда, да. Поэтому... Как бы там остался один солдат. И ключевых килла. И нам нужно говорить по-другому, я считаю. А, мне нравится, когда он с тобой в Ниссан говорил. Команда Always. 68% красной команды. Да, и 39% у нас у синей команды. Тем не менее, сейчас, скорее всего, будет какой-то последний врыв от команды Always, чтобы забрать инициативу в свои руки. Глеб создает коридор для того, чтобы его команда прошла по левой стороне. И, собственно, так его команда и делает. Она перепозиционируется. Но Стифлер отлично отрабатывает по Ангелу. Ангелу на русском переводе, прошу прощения. Идет уже отсчет из гудками. 96-97%. Скельфро убивает Рейнхарта. Инопил убивает Люсио. Идет гравитонный... Какая великолепная стяжка. Сейчас мы наблюдаем со стороны. Зари синие команды. Но урона не хватает. Тачок сейчас нажимает Резурек. Воскрешает своих тиммейтов. Это очень уверенный захват точки. Точнее, просто выпнули синюю команду из точки. Благодаря слаженности команды. Вот ты заметь. Как хорошо воскрешает пятачок. Ну, сколько можно уже. Я вот сижу и жду, когда же пятачок воскресит одного человека. И я скажу, вот не может человек идеально отыгрывать. Но он отыгрывает. В плане используем своих тиммейтов почти идеально. Вот так вот. Накал страстей у нас тем самым. Просто до предела сейчас. Мы видим счет 2-2. Это нескончаемая борьба между командой Овес и Йола. Никто не готов отдавать пальму первенства. Вот именно за таким Овервотчем мы с вами здесь сегодня все собрались. Спасибо еще раз команду за такой великолепный геймплей. И спасибо нашим зрителям, что поддерживают нас. Покинули точку. Овес действует по стандарту. Они все время заходят с левой стороны. И в этот раз команда Йола решила их встретить. Идет разменным уроном. Убивают Ститлера, который так долго надоедал уже в команде Овес. И очень-очень неуверенно кушают. Команда Йола кушает. Но очень хорошо стратегически сыграла команда Йола. Мы видим, что в атаке команды статистически ничего не поменялось. Но команда Йола ответила им. Встретили о них, соответственно, очень хорошо. Приняли. Синяя команда уже сделал минус 3. Минус 4 остается. Одна прейсер остается. Ангел их, скорее всего, отпускать не буду. Да, это уже минус пункт инвайп. Ну, что я могу сказать про этот замес? Команда Овес действовала абсолютно так же, как и в прошлый раз на этой карте. Но команда Йола уже была готова. И они не растерялись. Встретили своих оппонентов. Сделали парочку ключевых киллов. И выиграли, в принципе, тезами. У пятачка скоро будет ульта. Значит, мы будем опять лицезреть то, как он поднимет трех или четырех членов своей команды. Турпасы сейчас хотел... Посмотрю. Те, наверное, по-моему, я на вере не буду. Да, да, да. Обенфраг уже оформляется у нас страной команды Волвы. Команда Йола понимает, что они находятся на межтре. Скорее всего, никакой инициации здесь не будет. Происходит обмен уронами. Посмотри, что делает Крейсер. Посмотри, что этот шифтер делает. Он просто находится в спине. Отстреливает, кидает бомбочки. Оформляет минус два. Команда, наконец-то, заходит на точку. Пытается что-то сделать. И... Великолепно. И мне кажется, нужно посмотреть направо, потому что там их ждет сюрприз. И этот сюрприз сейчас отправил исследовать руины Непала. Что происходит? Два турбосвина два раза скидывают двух членов команды. Что такое? Опять же, команда... Команда Олвис пытается перехватить точку. Почему-то турбосвин не убивает Ангелу. И идет огонь по готовности. Огонь по готовности с троих. Но дамажить некому, потому что все лежат, отдыхают. У всех видно был небольшой перерыв. Рейнхард дает молот. Глеб... Глеб в очередной раз отлично всех запернил. Замет сейчас на точке. Мы видим, что с одной и второй командой прожимаются ультимейты. Минус три сейчас оформляется с красной командой. Два человека остаются на точке. Ангела уходит на респаун вместе с Рейнхардом. Остается один солдат, который пытается что-то сделать. Его, скорее всего, отпускать не будут. Но я думаю, что, конечно, отпустят. Интересный замен сейчас был. Просто какой-то пот. Сейчас мы наблюдаем здесь с одной и с другой командой. Это великолепно. И баскетболистка Трейсер, который закидывает свои бомбы, как трехочковый лучший снайпер NBA. Опять же, команда Олвис решает удивить своих соперников. Тупо стадо заряжают. Люсио пытается кого-то... Ну, все. Скидывая Трейнхарта, в команде Олвис нужно заходить. Команда Йо группируется в комнатке. И пока ничего не происходит. Удивительно почему, но ничего не происходит. 82% у нас сейчас на таймере у красной команды. Скорее всего, будет последний врыв синей команды. Что-то делать. Они оформляют open frack. Солдат под ультимейтом забирает Трейсера и Лусио. Вражеская команда прожимается. Ультимейт со стороны Рейнхарта, синей команды. Великолепно резюрек со стороны Битачка. Мы сейчас наблюдаем дикий обмен ультимейтом. Смотри, что делал. Ты видел, что сделает Ангела? Рейнхард, герой. Таких Рейнхардов я не видел. Я заберу тебя, Ангела, вместе с собой. Напрыгнул на нее и болтал. Вместе с ней упал. Это просто жесть. Должен заметить, что команда Олвис не в лучшем положении, потому что есть очень и очень сильные ультимативные способности у команды Йоуа. И сейчас Титлер закинет очередной трехочковый. И закончится это все не очень хорошо для команды Олвис. Ститлер пытается отработать по солдату. Льюисов сдает басы. Команду Олвис пытаются задавить. Но в очередной раз Роадхолк скидывает в глубину Непала храм. Команду... Какие размены? Сейчас дикие ультимейты происходят. Нейлин сейчас забирает минус 4 и оформляет этот Рейнхард. И он просто какой-то неудержимый человек. Оставить его кто-нибудь. Но не получается у синей команды с ним что-то сделать. Они отхватывают точку на овертайме. И это 99-99. И не сказать что уверены, но победа красной команды. Фух, ребята. Прекрасные игры. Я давно такого ждал на самом деле. За такими играми очень интересно. Старый немец показывает нам как лучше играть. Вот он, вот он ключевой врыв сейчас Рейнхарда. Просто наступит всем по лбу своим огромным полотком. И просто изничтожает 5 человек крошеской команды. Внезапно мы пропустили как Рейнхард дал минус 5. Очень красивый и грамотный отыгрыш со стороны Рейнхарда. И Стифлер. Боже мой, это сумасшедший результат. 22 кила бомбой. Это просто что-то невообразимое. Это знаешь, если сравнивать с тем же NBA, это как Стефан Кюриль. Ну, то есть лучший снайпер. То есть мы официально можем пока что на данном этапе турнира вручить приз за лучшее снайперство Стифлеру. Да, Стифлер еще и пятачок вдобавок за свои резуректы. А я удивлен. Такой трейсер я давно не видел. Ты просто не видел мою трейсер. Это шутки. Как же без твоих комментариев. Что-то тихо, Саша. Что ж, следующая карта у нас будет Айхенвальд. В этом великолепном противостоянии двух команд Allways и YOLO. Напомню, никто из них не хочет проигрывать. Все ребята молодцы, стараются, показывают нам. Вот, и я должен так говорить, что лучше мою трейсер не видеть. Это теперь закончено. Ребята, я снова напоминаю, что после этой игры у нас будут подведены итоги конкурса, поэтому не забывайте писать в чат, мне повезет. Возможно, кому-то из вас уже сегодня... Действительно повезет. Это замечательный подарок в виде формочки для льда. Успокаивающий, скажем так. Успокаивающий, да. Да, соглашусь. У нас уже 81 человек на стриме. Ребята, спасибо вам большое за поддержку. И вы действительно очень крутые. Благодаря вам мы стараемся и будем стараться делать для вас трансляции лучше и качественнее. Щуки у этого матча это Рейнхард команды YOLO, который просто всех растолкал, сделал минус 5 и сломал баскетбольный щит. Вот. Это вопрос с чатом. Ну, я же не могу сказать, что шат ведь не у него. Ну, согласись, это будет некорректно. Ну, да, соглашусь тогда. Так, и наблюдаем мы сейчас с вами, ребят, четвертую карту сегодняшнего противостояния. ООС и команда YOLO. Красная команда... Интересно. Красная команда будет у нас в атаке. Синяя команда будет в обороне. Мы видим пик стороны команды ООС в виде бастиона. Мы уже не раз видели, как показывал себя в этом противостоянии. Также Супасад будет отыгрывать на Заре. Дарксолдер будет играть на Рипере. Шовертига будет показывать геймплей нам за Ангела. Инглеп все так же стандартно показывает геймплей за Рейнхарда. Инпамил будет выступать в роли Бастиона и Анадетти Лусио. Я думаю, что Айхен Вальд это дисбалансная карта. Первую точку, которую очень и очень просто защищать. Особенно, когда у вас в команде есть человек, который мейнит Бастиона. Я помню твои комментарии про заточенность и отточенность пиков на карте. Посмотрим, насколько заточены и отточены пики сильные красные команды. Игра у нас начинается, дорогие друзья. Видим инстанции со стороны красной команды. Пока что у нас ломают щит Рейнхарда. Рейнхарда в ужасе немножечко отходит. Понимая, что там впереди стоит Бастион. Никаких опуфрагов у нас пока нет. Стандартное стояние под арочкой мы здесь видим. И какие-то... То есть ходят на спавнение урона или накопление ультиметов. У Бастиона тем временем уже 70% ультиметов. Глеба почти убили, но Глеб выжил. Глеба сейчас ухилят. И дадут ультимативную способность хилерам команды Оуэс. Бастиона уже 80%. Почти умирает Жнец. Жнец отходит. И опять же Жнец очень и очень спорный пик. На первой точке Глеба фукают. И скажите мне, сколько Глеб может выживать? Недолго. Мы это сейчас увидели. Вот ответ на твой вопрос. Да, размен сейчас 2 в 1 происходит. Вынуждены команда Оуэс немножечко отойти назад к своей точке. Ребята из команды Йола продолжают свой натиск. Они достаточно уверенно подходят к фейлоуду. Но здесь их включает Заря Усио, прыгающий на точке. И World of Tanks стороны синего бастиона, который очень быстро разваливает сейчас. Из последних сил защищаются ребятки. Но скорее всего точка будет одна. И опять начинается. Просто шоу Вертига решила ответить пятачку на резуректы. У него очень хорошо это получилось. Но, к сожалению, синяя команда не смогла как-то инвенцировать со своей стороны атаку и отбить красную. Фейлоуд у нас, скорее всего, будет захвачен со стороны команды Йола. Достаточно уверенный врыв. Ребята практически не делали ошибок на своей стороне. Грамотно ворвались. Оттянули бастиона с своей позиции. И дальше уже дело техники. Забрали фейлоуд и движутся дальше к первому чему. Чё-то бастион довольно спорный пик, потому что он уже третий раз не работает. Мне кажется, что если у тебя три раза не зашёл персонаж, то нужно переставать его пробовать. Но это выбор капрана. Пробукты не используют. Разные вещи. Не останавливайся. И опять же, Жнец тут спорный пик, потому что он бегает и стреляет там порядка 20 метров. Либо ты планкаешь, либо ты копишь быстро ульту и прыгаешь на голову. Стиклер опять запрыгивает в тыл. Стиклер набивает ультимативную способность. Сейчас будет очередной трюкачковый. Прекрасный сейчас ультимейт. С стороны Зари был оформлен. Красная команда. Резурект великолепный сейчас в исполнении Шовертига. Также прожимается ультимейт. С стороны Рейв. Прекрасная команда. То есть, хоть дикий замес сейчас на плейлоуде. Еще и вдобавок кидается ультимативная способность Зари. Но урона не хватает, чтобы убить всех. Стиклер забирает только троих. Еще и Резурект от пятачка. Посмотри, что эти ангелы делают. Они просто не дают передохнуть ни одной, ни другой команде. Рейнкорды дикие какие-то. Один минус второй. Минус стороны синей команды. Это великолепно. И замес продолжается. Посмотри, сейчас ни одна команда не готова уступать. В этой скварке. Жнец запрыгнул. Дал со своего цветка смерти минус 3. Но Рейнхарту это не понравилось. И он решил настучать ему молоточком по голове. Что у него и получилось. Какой мне угомонный Рейнхарт. Ты посмотри, он просто бежит за грузью. Пытается его убить. Два Рейнхарта уставились. Тут уже катили видеры друг друга. Глеб опять слишком далеко дошел. Но ему это просили. Стивлер начинает отрабатывать по фронтлейну. Очередной трех очков. Я уже устал от этого. Видим, что уже красная команда... Вставай. Красная команда подтягивается к файлоуду. Здесь видим, что Рейнхарта из команды Йола прожимает ультимейт. Но никого не получилось у него повалить. Происходит какой-то дикий замес. Который никогда просто не заканчивается. Что Ангел с одной стороны воскрешает, что Ангел с другой стороны воскрешает. Посмотри, просто неимоверная баталия, ребят. Мы сейчас нападаем. И тем временем, уже 20 секунд Рейнхарты машут молотами друг к другу и не попадают. Друг к другу. Просто замечание. Рейнхарты машут молотами. Винстон машет своими руками, раздавая пощечины. Турбосвит кидает в руки, которые никуда не попадают. Это просто прекрасно. Ультимейты копятся. С куклы? Актичный розыгрыш от команды Олвис. Сейчас команда Йоа должна посыпаться. Скейр Кроу не хочет сдаваться так просто. Но и супостат заряженный и настроенный убивать идет. И у него ничего не получается. С тем временем Стиклер просто решил регруппнуться на базе. Это был его выбор, его решение. И он упал в пропасть. Наконец-то замес закончился. Мы наблюдаем, что команда Олвис оттянулась чуть назад. Ребят, запаситесь силами и терпениями. Сейчас мы видим, что у Ангела с одной стороны у Ангела, с другой стороны есть ультимейты. И я вот предвещаю, что последние 50 секунд будут очень долгими. Особенно при учете того, что ребята решили обойти сзади, Винстон. Какой великолепный сейчас ультимейт от Турбосвиннера. В заре красная команда отправляется покупаться вниз в теплой речке под мостом. Соответственно, на точке сейчас никого нет. 30 секунд остается до конца. Солдат красной команды пытается отстреливать, не посядно ДПС к ульту. Красная команда вынуждена сейчас уйти на регул. Последний шанс у них для врыва сейчас будет. По ультимейту есть 4 заряженные ульты в ответ на резурект команды Олвис. И станет, точнее молотой от Глеба. У нас дается гравитонный импульс для того, чтобы удержать команду под аркой. Пятачок стоит воскрешение. Рейнхард войдет в синюю команду. Ничего не получается. Постат берется 1 на 1 с Турбосвинном. Глеб дает камердаун. Войдет 3 человека. И опять какой-то непонятный замес. Какая-то бешеная баталия. Мы наблюдаем все за рейнхардой, который мажет страны в сторону Винстона, который вызнает всем кулаками по лицу. Сейчас опенфраги поступают от красной команды. Всего 4 человека осталось. Прожимается резурект от Шевертига. То, о чем я и говорил вам ранее. Вся синяя команда сейчас снова в бою и готова противостоять команде Миндиола. По ультимейтам есть еще 3 заряженные ульты в пятачка. Мы видим также ультимейт. Великолепная сейчас бомбочка от рейсера, которая забирает троих. Вместе с этим еще и ангелы команды Always. Тележка продвигается на овертайме. Сейчас неколепный замес был со стороны красной команды. И они вышли в кварит. Не успеют ли они протащить эту пыло до точки и сам дойдя до чипольных. У них есть все шансы. Потому что у пятачка есть воскрешение. Это один из лучевых факторов победы команды ЙО. Опять начинаем. Конечно, жду. Это довольно зрелищно. Синяя команда не дает красной просто подойти к пейлоуду. Они один за другим уничтожают их на подходе. Видим уже минус 2 сделал солдат команды ЙО. Прекрасно отобежь сейчас был от него. И нет, это все-таки чекпоинт. А, нет, это не чекпоинт. Нет, чекпоинт. Прости, чекпоинт. Чекпоинт 2 раза. Ты заметил, что там супостат просто по пейлоуду прыгал вокруг и ничего не делал. Просто прыгает такой, пацаны, я заря, я вытачу, давайте бегите. Ладно, таймер у нас уже 1 минута 10 секунд. Команде ЙО уже нельзя просто отходить от пейлоуда. Мы видим, все-таки пятачок держит свой ультимейт на самый крайний случай. И происходит какой-то DP замесочек рядом с этой точкой. Вот, кстати, у Ститлера опять есть ультимейт. Рестатт, сколько он сделает, минус 1 или минус 2? Идет гравитонный импульс. Идет 2 гравитонных импульса. Мы удали все, да. Стандарт майс страны красной команды Рейнхарда. Сейчас минус 3 оформляется их стороны. Скорикроу забирает с собой Лусио и Солдата. И также еще забирает Рейнхарда. Просто всю синюю командует Салат. Они отправляются на респаунд. Подумают о своих действиях. Наверное, у них уже ничего не получится. Но мы будем смотреть за их, кто дальше. Солдат под своей ультимативной способностью пытается под анавизором кого-то убить. Но ЖК-телевизор Рейнхарда всех закрывает. Сейчас Солдат скорее всего умрет. Лусио тоже скорее всего умрет. И я думаю, что все-таки команда ЙОВА дотащит. Заряженный в заделах сарапки. Командовый замечательно живет. Но все-таки минус 4 уже было оформлено на команду ЙОВА. И там кто-то... А, это Заря выживает на точке, не давая ей проехать дальше. Уже прибежал Солдат, пытаясь как-то не дать пейлоуду пройти дальше. Но его здесь очень быстро понимают. И врывается Глеб просто из последних сил. Но его... Брутал Кукумер отправляет дальше на испаун. Типа, ну, дружочек, отдохни немножечко. Это моя игра. Моя игра, моя игра. Полтора метра остается до того, что мы сейчас увидим на экране. Раунд один комплит. Ульта Стифлера так и не была использована. Слава богу, мы не сделали ставки. Команда ЙОВА собралась. Заметь, они стали играть намного смелее. Они стали играть намного агрессивнее. Стифлер начал просто показывать, что... Вот то, о чем я и просил, знаешь. Смелость такая, напор. Он стал показывать, что я играю на трейсер не просто так. Просто безумно хороший для любительского уровня отыгрыш на трейсер. И плюс пятачок. Сейчас это основные двигатели команды. Ну и Скаир Кроу, кстати. Вот довольно-таки хорошая команда собралась. И у нас Лив. Пауза. Пока что он... Сгорел. Кто-то вылетел. На самом деле, ребят, если это четвертьфинал такой, смотри, что происходит. Просто жуткое противостояние двух команд, то я стесняюсь даже и предположить, что у нас будет в финале с таким напором команд. Ой, даже страшно думать, если честно. Потому что есть некая вероятность, что я тоже буду в этом финале. И так сильно нервничать, это уже не в моем преклонном возрасте можно. В преклонном возрасте. Ну а пока у нас пауза. Мы ждем возвращения шифтера, человека, который показывал нам прекрасный геймплей на трейсер, который врывался в тыл врага. Стифлер, да. Порывался в тыл врага, делал ключевые киллы. Ребят, еще раз напомню про конкурс, который будет после этой игры. Пока вы можете наблюдать турнировую сетку. Пишите в чат, мне повезет. Для всех тех, кто подключился к нам вновь, всем привет. Добро к нам пожаловать. Надеюсь, вам все нравится. Да, я тоже всем очень рад, на самом деле. Особенно с ваших комментариев, потому что волей-неволей я в них заглядываю. И тут бывает очень и очень забавно. Ну, пока у нас есть время, мы можем поговорить. Я должен заметить, что паузы даются на 10 минут. Если после 10 минут, которые команда взяла для паузы, ничего не меняется, то есть игрок не возвращается, либо засчитывается техническое поражение, либо команда имеет право продолжить играть в пятером. Вот. Да, я тоже вижу в чате, что уже пишут, что что-то долго. Ну, извините, ребят, команды здесь собрались не просто поиграть в вечер. Ребята здесь борются за победу, за участие в финале. Я думал, что у меня выключили микрофон, но не удовольствие. Я думал, что микрофон выключен. И у нас продолжается игра, продолжается эта схватка и не продолжает. Жизнь на насмерть, я бы сказал бы. Отмену, да? Кто у нас опять вылетел? Лексус. Кто не вылетел, скорее всего, капитана, просто еще пока не готовы начать игру. А почему супостат поменялся на Лексус? Супостат. А, вот, пишет, что супостат вылетел. И странно, либо это замена стороны команды Always, либо что-то там еще у них. Ну, в любом случае, у ребят время еще есть. Как ранее мы оговаривали, у каждой команды 10 минут есть в своем запасе. Поэтому, ну, как бы не хотелось бы, чтобы уходил один из куча. Ну, смотри, что в правилах турнира написано насчет замен. Можно ли менять игрока прямо во время матча непосредственно? Я точно знаю, что игроков можно менять между матчами. Но чтобы во время матча менять, я вот этого точно не знаю. И значит, что можно. Игра продолжается. На место супостата у нас будет играть Лексус 213. Но опять игра не продолжается, потому что Стифлера нет. Уже же был отсчет или меня обмануло зрение? Да, был отсчет, но Стифлер вылетел немножечко раньше. Непонятно сейчас, что происходит у обоих команд. Ребят, зрители, прошу извинить за такую заминку. И прошу понять, что команды волнуются. И возможно, у кого-то там какие-то технические сбои. Возможно, у кого-то там личная жизнь. Поэтому... Ну, и я рад, что мы наконец-то возвращаемся. Мама просто шнур от PlayStation забрала. Такое тоже бывает. Мы взрослые люди и все это понимаем. Шутки про мамы, да? Ну, про мамы говорить некрасиво на самом деле. Это не самое общее слово для тех людей, которые дают нам жизнь. Согласен с тобой. Сейчас у нас 45 секунд до начала игры. Давай с тобой обсудим пихи. Красная команда у нас будет в обороне. Синий у нас будет в атаке. Брутал Кукумбер также будет отыгрывать на Рейнхарде. Скорик Роу будет отыгрывать на Турбосвинь. Стифлер решил поменяться с Крейсером на Симметру. Нейтлин будет отыгрывать на Мэй. Редзи стандартно на Заре. И Пятачок вновь будет радовать нас своим делом. Странный пик Дивы на самом-то деле. Смотрят, скорее всего, Дива... Подожди. Дива, скорее всего, будет использована для того, чтобы сломать турель Ксимметры. Если будет как-то иначе, то я, по крайней мере, этого понять не смогу. Ну и плюс у нас Бастион в атаку. Что ты думаешь? И я до сих пор не понимаю, почему и за что. Вот это было сейчас с стороны синей команды. Прекрасная стенка сейчас оформлена. Команду Йолу. Заходят синие команды через правую сторону. К сожалению, не в полном вставе. И вот он, твой Бастион, который просто вносит тонны дамага, забирая минус 3 со своей турельнички. И 4 человека отправляются на респаун. И команда Олвес достаточно уверенно зашла на эту точку. Почти две трети в точке взяла команда Олвес. Рейнхард заезжает. Рейнхард пытается законтестить. Опять, смотрите, два Рейнхарта машут своими молотами спина к спине. Не попадают друг под руку. Бруталка Кумбер держит... Просто мясорубки мы сейчас наблюдаем на наших экранах. Опять у нас Форейнхард дамажит своими молотами. В итоге фаворитами в этой битве выходит команда Йолу, которая забирает уже минус 3 игрока синей команды. Ребята вынуждены уйти на регрупп. Ультимейтов никаких не было. Просто мясом задавили и оплопнули. Но в команде Олвес у него все-таки взять один чек. Мэй немного успокоил Рейнхард, немного остудил его и заморозил его непосредственно в спину. Далее история умалчивает в какую именно часть спины. Но это уже совсем другая история. Опять же команда Йолу пытается зайти и перепела... И перепела... Была заряжена ульта, да, опять инициация по той же самой схеме страны синей команды. Красная команда уже готова и встречает их, но здесь Шовертигат выжимает резурект, поднимает их киммейтов, мэй кидает ульту. Происходит, тем не менее, захват точки. Синя команда очень поздно схватилась, пытается... Они как-то пытаются отбить, но, к сожалению... Хотя почему, к сожалению, они, ребята, отхватили уже вторую часть чек-поинта, и каждый их попытка чек-поинчика приближает их к захвату точек, к продвижению по голову дальше. Ну там Рипер мимо пробегал, на самом деле, просто забыть его. То есть он так сплюнул... А я Рипер, и я просто мимо пробегаю, да? Не обращайте внимания. Вы там деритесь, а я так... Я так, я, чисто посмотрю. Я спросил, как ты его... Да, опять же, они перекрывают весь заход команды Оу, если ничего у них не получается, они пытаются... Ну, идет некая оппозиционная война, и если командовая попытается еще раз зайти на программу, то это будет ошибка. Постой он сдает минус, убивают Мерси команду Йова, и этим нужно пользоваться, потому что у Мерси это один из самых сильных киллеров в игре, и если команда не будет лечить, команда будет умирать. Уздается... В один взгляд, размен происходит. Синя команда замечательно заходит на точку, у них есть четыре ультимейта в своем распоряжении, пока они не используют, прожимается молот со стороны команды Йова, Рейнфарда делается минус два, убивает Смеха, делается минус три. Это паровоз. Просто три члена команды остались на точке, видно уже ребята устали, ребятам нужно регруппаться, ребятам нужно собираться, и если убили нескольких членов команды, лучше отойдите назад, сэкономьте время и регруппнуть. Не боритесь до последнего, я понимаю, что все хотят выжить, но иногда лучше умереть побыстрее, чтобы регрупнуться побыстрее. Тем не менее, на таймере у нас 25 секунд, это будет последний врыв странной синей команды, в своем распоряжении они имеют ультур, а лица и ульту, ну все, посмотрим, как они будут это все дело инициировать. Ну, очень спорный менеджмент способностей идет от команды Овес, то есть сдается ультимативная способность и сдается Мэй. Пятачок в очередной раз делает прекрасное воскрешение, и у нас было 4 ультимейта у команды Йоа, и они ставят их реализовать. Бастион, Бастион отлично отыгрывает, Бастион максимально реализует себя, и это точка на овертайм. Надеюсь, всего. Правда, сейчас писать за счет и красную команду, но, кстати, да, ты был прав, хотя была какая-то попытка с данной красной команды обидеть своих оппонентов, но у них ничего не получилось. Грамотно, четко, на последней, как сказать, издыхание все нехоманда забирает финальные третьи чикпоинты точки и продвигается дальше по карте. Бастион полностью себя оправдал. Этот игрок в фон мэне Бастиона, это не секрет. И тут сейчас он показал, почему он мэнит Бастиона, и благодаря его урону, который он наносит, и благодаря его плеймейку все случилось так, как случилось. Карта не была проиграна. Она могла быть оттанант прямо сейчас. Бастион сидит на пайлоте, он как пушка у танка, которая просто едет и без установки наносит урон. Почти нету щита у команды Йоа. Мэй запрыгнула, чтобы оспорить, но это спорное решение, но тем не менее, ты смотри, какой прекрасный опыт решать Мэй. То есть, она поставила стенку для того, чтобы выжить, но как только Рейнхард уезжал, она убрала тему, чтобы он кого-то запинил. Интересно. Мы видим флангующего Турбосвина со стороны красной команды, которая пытается протянуть Рейнхарда, ничего не получается. И дива синей команды его просто отталкивает в спину, подло, неприятно Турбосвину красной команды сейчас купаться в речке под мостом, в Лукенвальде. Это был великолепный момент. Все-таки, красная команда сейчас оттолкнула своих оппонентов чуть дальше к респауну. Понимая, командовалась, что сейчас находится в меньшинстве, им лучше сгруппироваться и как-то инициировать атаку заново. Ну да, ребята уже, смотри, они меньше группируются, то есть команда полная сейчас кто где вообще, кто бежит, кто не бежит. То есть ребята уже устали. И это видно. И тут уже идет игра на выносливость. Кто может получиться контролировать, тот и выиграть. Потому что это уже давно не игра скилла, это уже игра выносливости, это игра скилла. Жизнь, насмерть, я бы так сказал. Олвис в своем распоряжении имеет 6 активных ультимейтов, кидается ультимейт от Дивы, но непонятно куда он его закинул. Осталось всего 5. Бастион, Бастион сидит в режиме Туреля, просто наносит неимоверное количество ТПС, прожимает с Транпил со стороны команды Диола, уже есть опен фрак со стороны команды Олвис. Бастион в режиме танка показывает на World of Tanks, пытается делать какие-то киллы, но опять Пятачок делает свой великолепный резурект, возвращая всю свою команду на поле боя и на овертайме сейчас происходит дикий замес. Дня-то ОПО плейлоуда никто вообще не трогает, а трогают. Прошу прощения, не успел. А трогают. И на этом мы видим, что команда Олвис, выиграв этот замес, продолжает двигаться вперед своим пэллоудом. Великолепный хук сейчас в исполнении Скорик Роа, отправляется Пастион плавать среди Гота Эйхенвальда. У нас овертайм, сейчас команды пытаются вытолкнуть команду Олвис. У них это получается, они оформляют минус 4, и это скорее всего будет остановка пэллоуда и победа для команды Йола. Прекрасный матч, прекрасный отыгрыш и великолепный грант. Сейчас бы нам позвать нашу прекрасную Викторию, чтобы узнать точный счет, потому что, если честно, я уже немного запутался. У нас первая матч, первая карта была за командой Олвис, вторая карта была Ничья. Или как? Я запутался немного. Да, 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 да. Вторая карта была Ничья. Третий. Ну, в любом случае у нас будет Анубис, поэтому мы посмотрим. Ребята, я снова с вами. Это был просто потрясающий матч. Очень плотно, очень команды просто яростно боролись за победу. За ничью, которая была ранее в нашем матче, мы начисляем команду по одному очку, поэтому это последний матч. На Анубисе мы играть не будем. И мы поздравляем команду Йолу, она проходит дальше в турнирную сетку. Сейчас я кстати обновлю счет. Получается, что у нас счет 2-1. Я правильно понимаю? В пользу команды Йола. Если вычисляем по одному очку за ничью, то получается, что Йола в преимуществе. Спасибо обеим командам за участие. Это было очень интересно смотреть. Просто невероятные страсти. Я не ожидала такой длинной игры от ребят и такого вот игры.